На сцене яркое театрализованное представление. Артисты в цветовых костюмах отбивают ритм на больших барабанах. Их сменяют гимнасты, которые выполняют акробатические трюки на сцене и высоко в воздухе. Следом артисты балета демонстрируют танец под звуки классической музыки. Все это представление подготовили для жителей Химок. Для них провели традиционный ежегодный прием главы ко дню города. Правоохранители и спасатели, учителя и врачи, предприниматели и волонтеры один за другим поднимались на сцену. Глава города Дмитрий Волошин и депутат Государственной Думы Ирина Роднина, председатель Совета депутатов Химок Александр Дринов, лидеры движения общественной поддержки Михаил Раев и Елена Андреева, отметили профессионализм и плодотворную работу каждого. Софья Алексеевна, заботливая мама, ее девиз – любовь творит чудеса. Лучшей из лучших десятки химчан. Так учителем года стала Софья Платонова. За семь лет работы молодой педагог воспитала немало призеров Олимпиад по английскому и немецкому языку. Входит в топ-15 учителей Подмосковья. Лучшим водителем общественного транспорта стал Андрей Малинин. За рулем он в 17 лет управляет всеми сложными видами транспорта, в том числе электробусом. Говорит, что работу любит по нескольким причинам. За спокойствие, спокойно и иногда за общение с хорошими людьми. Люди бывают новые приходят, даже старые люди подходят, говорят, здравствуйте, мы вот с вами каждый день ездим. Уже даже знакомые уже есть даже среди пассажиров. Ольга Гречкина стала лучшим волонтером. Больше года она помогает людям пожилого возраста, доставляя им продуктовые наборы. Участвует в культурной жизни города, помогала в проведении патриотической акции «Герои химок», посвященной событиям Великой Отечественной войны и химчанам-фронтовикам. Каждый из нас является в какой-то степени волонтером, помогаем мы мамам, папам, дедушкам, но надо было выходить на новый уровень, и поэтому я решила прийти в региональный ресурсный центр, потому что душа звала к этому делу, и я всегда мечтала помогать людям. Не осталась незамеченной и наша коллега, корреспондент Химки ТВ Нина Бережная. За время своей работы Нина Андреевна сняла не одну сотню сюжетов, а также интервью с самыми видными деятелями города. Также заслуженных жителей отметили в номинациях лучший полицейский, лучший водитель скорой помощи, лучший инженер-конструктор, лучший блогер, лучший дворник и в других их. Предстоящий день рождения Химок не обошли стороной и успехи округа, который озвучил глава Дмитрий Волошин. Это новые школы и сады, развязки и дороги, парки и зоны отдыха. Мы признанные лидеры в Подмосковье по многим социально-экономическим показателям, и важно не останавливаться на достигнутом. Главное наше достояние и гордость – это вы, наши жители. И вместе мы сохраним и приумножим потенциал нашего города. Ежегодно Химки в поле зрения десятков тысяч жителей всей страны и иностранных граждан, которые прибывают и улетают через аэропорт Шереметьево. Городу есть, что показать и чем гордиться, отметила Ирина Роднина. Сегодня все, что не делают Химки, это действительно очень качественно, это здорово, это красиво. Может быть, потому что здесь самая первая, самая лучшая наша олимпийская база, где готовятся спортсмены. И девиз «быстрее, выше, сильнее и вместе» может быть потому, и мы действительно вместе добиваемся больших результатов. Лидер движения общественной поддержки Михаил Раев отметил достижения Химок международного масштаба. В нашем городе космические предприятия, наши земляки, инженеры, ракетостроители первыми запустили космический спутник, первыми запустили человека в космос. Наш город развивается, растет. Я сам очень рад и счастлив, что живу в нем. Я вас всех тоже очень люблю. Желаю вам счастья, благополучия и крепкого здоровья. Кульминация праздника – традиционный концерт. В этом году подарком для гостей стало выступление народного артиста России Дмитрия Маликова. Нам всегда сберить теплоту в наших встреч. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова